Мы живем жизнью людей с неограниченными возможностями, так говорят о себе члены организации ветеранов и инвалидов Фаленского района. В рамках региональной недели с активистами встретится депутат Госдумы Рахим Азимов. О чем шел разговор, расскажем далее. Встречу активисты организации ветеранов и инвалидов Фаленского района начали с достижений. И этот зал, в котором собрались в их числе, помещение выделено администрацией района в этом году. Но кроме таких бытовых моментов, есть и множество других поводов похвастаться своей социальной активностью. Особенной гордостью ветеранов являются победы на традиционных областных спартакиадах. Поблагодарить вас, Альберий Борисович, за то, что вы в том году помогли нам материально, и мы смогли немного привести порядок уже в кабинет. Провести спортивную олимпиаду, могли провести праздник, нас отметить День инвалидов международных. И главное, мы приобрели для наших спортсменов форму. В свою очередь, высокий гость тоже выразил свое восхищение жизнелюбием фаленских ветеранов и, пользуясь случаем, поздравил с прошедшим днем пожилого человека. Спасибо, что пригласили, сегодня собрались. Для меня это очень важно, потому что, как вот Анатолий тоже сказал, я чувствовал вашу поддержку и на выборах, и вообще ежедневной жизни. Где-то советом помогаете, где-то подсказываете, делитесь своими знаниями, своим опытом, потому что к кому еще нам обращаться? Как не ветеранам, как старшему поколению. А в качестве подарка вручил ноутбук и принтер с пожеланиями, чтобы техника помогала в работе. После официальной части встречи перешла в формат диалога. Собравшиеся делились и радостями, и планами. Сегодня делаем все для того, чтобы, еще раз, как Анатолий Анатольевич сказал, уделить внимание нашим ветеранским организациям, организациям, которые собирают вокруг себя людей разного возраста. Пользуясь случаем, председатель Фаленской организации Всероссийского общества инвалидов передал депутату обращение с просьбой помочь инвалидам принять участие в зимней спортивной олимпиаде района, а также приобрести спортинвентарь. Рахим Азимов пообещал помощь в решении вопроса. Продолжение следует...